В эфире информационно-правая программа «Де Факто». Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Главная тема выпуска. На пожаре в Гомеле погиб мужчина. 48 иностранных граждан депортированы из страны в этом году. Секреты работы криминалистов раскрыли в Гомельском городском отделе Следственного комитета. Там прошел день открытых дверей. Курение в нетрезвом виде – смертельно опасная привычка, твердят спасатели. В минувшее воскресенье гомельчанин, проживавший в железнодорожном районе, не докурил свою последнюю сигарету. В сообщении о пожаре по улице 50 лет БССР поступило в полночь. Звонившая женщина была встревожена дымом, идущим из квартиры соседа. Прибывшие буквально через пять минут спасатели с помощью автолестницы проникли через окно задымленной кухни на четвертом этаже внутрь горевшего помещения. Звеном газодымозащитной службы при проведении разведки в кухне на полу за холодильником был обнаружен мужчина, хозяин квартиры, без признаков жизни. И передан работникам медицинской службы пожарного и спасательного отряда Гомельского областного управления для проведения реабилитационных мероприятий, также осмотра. Но реабилитационные мероприятия не уничтожались успехом, и в дальнейшем была констатирована смерть мужчины. В воскресенье к нам был доставлен труп мужчины. Предварительно было известно, что задолго до смерти он курил в постели. В ходе проведения вскрытия данной информации нашла свое подтверждение. Каких-либо иных механических повреждений обнаружено не было. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Работники МЧС при помощи масок для спасаемых эвакуировали двух человек из квартиры, расположенной на шестом этаже. В результате пожара в квартире погибшего повреждены постельные принадлежности, имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок. 48 иностранных граждан выдворены за пределы страны в этом году. С 4 по 7 октября в Гомельской области проводилось специальное комплексное мероприятие, нелегал, направленное на противодействие незаконной миграции, ее организаторов, а также пресечение правонарушений со стороны иностранных граждан. Сотрудниками органов внутренних дел проводились отработки возможных мест пребывания нелегалов, в том числе рынков, гостиниц, общежитий, вокзалов, железнодорожных станций, частных адресов. Во время проведения мероприятий за нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь привлечено к административной ответственности 323 гражданина. За нарушение установленного порядка осуществление трудовой деятельности привлечено к административной ответственности 56 иностранцев, которые работали без специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью. Руководители организаций и предприятий привлечены к административной ответственности за использование иностранцев для осуществления трудовой деятельности с нарушением установленного порядка. В отношении 48 иностранцев, нарушивших законодательство Республики Беларусь, принято решение о выдворении страны. Возбуждено 7 уголовных дел за нарушение срока запрета въезда в Республику Беларусь. Наказание по данной статье предусматривает арест на срок от 3 до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет. Венцом комплекса профилактических мероприятий стала встреча с иностранными студентами, обучающимися в учреждениях образования Гомельской области. В ходе таких встреч разъясняются требования закона Республики Беларусь о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, а также последствия, к которым могут привести иностранцы систематические нарушения законодательства Республики Беларусь. В этом году у нас увеличилось количество иностранных студентов, привлеченных к административной ответственности. Как правила пребывания стало больше нарушать, они привлекаются за нарушение законодательства правового положения, так и общая административная практика, то есть мелкие хулиганства, факты имеются. В этом году высылали 5 иностранных студентов за совершение мелкого хулиганства. Напомним, что в шести высших учебных заведениях Гомеля и области по состоянию на 30 сентября обучаются 1878 иностранных студентов. Гомельская областная инспекция охраны животного и растительного мира подвела итоги своей деятельности. Самым распространенным нарушением за 9 месяцев по-прежнему является незаконное рыболовство. Более половины зарегистрированных нарушений законодательства. В инспекции этот факт объясняют наличием на Гомельщине таких крупных водных артерий, как Днепр, Сож и Припять. Это оперативные съемки Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира. На одном из водоемов Чечерского района задержан местный житель, занимавшийся незаконным ловом раков. В 9 ловушках более 200 особей. Во время разговора с инспекторами нарушитель будет говорить о том, что хотел мелких раков выпустить обратно в озеро. Однако эти слова больше похожи на попытку хоть как-то смягчить наказание. В данном случае явное нарушение закона, хотя по большому счету некоторые нарушают явно по незнанию. Что, впрочем, все равно не освобождает от ответственности. Когда правила поменялись в 2014 году, рака исключили из водных животных, относящихся к объектам рыболовства. Теперь их добыча осуществляется на основании другого нормативного правового акта. Постановление Совета министров Республики Беларусь. Но, тем не менее, они нарушают, не зная о том, как, чем и когда можно ловить рака. Если правила рыболовства в общем доступе, можно их найти свободно, где-то купить, где-то в интернете найти, почитать, что можно, что нельзя, то с раками немножко сложнее. Браконьерство на водоемах – самое распространенное нарушение в Гомельской области. Из 1250 протоколов, составленных за 9 месяцев этого года, более половины приходится на нарушение правил рыболовства. То, что больше всего выявляется нарушение по рыболовству, связано с тем, что самые большие артерии водные находятся в Гомельской области – Днепр, СОЖ и Припять. Поэтому люди больше склонны к рыболовству, нежели к нарушениям по охотничьему хозяйству, либо по лесопользованию. Охотники Гомельской области – люди в большинстве своем ответственные и законопослушные. Однако из всякого правила есть исключение. Только в этом году инспекторы уже конфисковали 46 единиц огнестрельного оружия. Специфика работы инспекции охраны животного и растительного мира такова, что о ней мало знают посторонние, но неплохо осведомлены нарушители. Свидетельство чему – около 60 возбужденных с начала года уголовных дел и почти 40 тысяч динаминированных рублей штрафных санкций. И такой факт. Этим летом в Гомель приезжала делегация Государственного агентства рыбного хозяйства Украины. Главная цель этой встречи – изучение опыта белорусов по охране природы. Алгоритм тех действий, которые прошла ваша инспекция на этапе создания ее, поскольку на сегодняшний день в Украине намечено в планах создание аналогичной единой инспекции, как природоохранного органа, хотелось бы уберечься и самим, и уберечь руководство нашего государства от возможных ошибок, которые были в вашей инспекции на этапе ее создания, реформирования. Эта встреча представителей Государственной инспекции охраны животного и растительного мира и Государственного агентства рыбного хозяйства Украины первая после достаточно длительного перерыва. Стороны уверены, теперь сотрудничество будет более плодотворным. Для Гомельской области, имеющей общую границу с Украиной, это особенно важно. Секреты работы криминалистов раскрыли в Гомельском городском отделе Следственного комитета. Там прошел день открытых дверей. Познакомиться с профессией и узнать о ее тонкостях пришли учащиеся Гомельского городского кадетского училища. 32 человека. Все они уже сегодня должны определяться с будущей профессией. Ведь в ВУЗ Министерства внутренних дел прием документов начнется уже через несколько месяцев. Будущих абитуриентов лично встретил и провел экскурсию начальник ведомства Аркадий Третьяков. Для себя служить родине, проходя воинскую службу, я принял еще давным-давно, наверное, когда мне было 5 лет, я бегал с пистолетиком и говорил о том, что я буду милиционером. Да, я именно к этой цели шел всегда. И уже 25 лет, как я служил в Отечеству, но вместе с тем я никогда не жалел о том, что я принял для себя такое решение. Для ребят я, конечно же, хочу пожелать, чтобы их выбор был осознанный. Потому что служба, воинская служба, служба в Следственном комитете – это нелегкий труд. Поэтому, когда придется им сталкиваться с трудностями, они должны понимать. Выбор был осознанный, а, соответственно, я должен с честью и достоинством идти по своей жизненной дороге. Эта камера хранения – действительно таинственное место. На полках сотни вещественных доказательств. К примеру, эта плитка больше напоминает шоколад. На самом деле – сильный психотроп. Ко всему прочему, кадеты смогли своими глазами увидеть процесс уничтожения таких вещдоков. Говорят, раньше видели только в фильмах. И реальность значительно отличается. Ощущается, что здесь все серьезно. Я даже, честно, не задумывался об этом. Я пришел, увидел, что я даже не знал, как это происходит. Не представлял себе мнения. Профессия довольно-таки интересная, более чем ожидалось. Так что, возможно, когда-нибудь себе на усечение возьму. Кроме этого, кадетов ждало знакомство с современной криминалистической лабораторией и поисковыми чемоданами. Каждый из них позволяет найти на месте преступления даже самые мелкие вещевые доказательства. После необычной экскурсии юным гостям предложили самим поработать с криминалистическим оборудованием. К слову, дни открытых дверей здесь проходят третий год подряд. И в этом году после знакомства с ведомством многие из молодых людей высказались, что действительно в будущем хотят работать именно тут. Представители Гомельской и Витебской областей сражались за право носить черный берет сотрудников ОМОН. Кандидаты должны были совершить марш-бросок по пересеченной местности на 7 километров. Преодолеть несколько преград, среди которых ловушка, забор, болото и бурелом. Продемонстрировать навыки точной стрельбы и принять участие в спаррингах. Как показывает практика, с комплексом испытаний справляются не все участники соревнований. Весной из 11 претендентов на право носить черный берет получили только пятеро. Однако тем ценнее награда. На этой сдаче у нас 9 претендентов на черный берет. Из них два сотрудника, которые квалификационные испытания в мае месяце прошли неудачно. И вот они сейчас свои силы повторяют. Но по положению о черном берете в Гомельском ОМОН никто не сдает квалификационные испытания дважды. Они с подразделения самостоятельно уходят в другие службы. По итогу два претендента сошли с дистанции. Остальные с поставленной задачей справились. В ОВД Гомельского облсполкома прошло торжественное мероприятие, посвященное 98-й годовщине образования службы уголовного розыска. 98 лет прошло со дня, когда была создана служба уголовного розыска. За этот большой в исторических масштабах промежуток времени появились свои традиции, памятные даты, ветераны уголовного розыска, которые постоянно делятся своим жизненным и служебным опытом. Поздравления в адрес ветеранов были сказаны с особой теплотой и трепетом. Полковник в отставке Владимир Антонович Ким поздравил действующих сотрудников, а также вышедших на заслуженный отдых коллег. С днем образования уголовного розыска и вручил медаль ветеран милиции, медали имени Николая Анисимовича Щелокова и за усердие действующим оперативникам, отличившимся при выполнении служебных задач и ветеранам сыска. Подвиг начинается тогда, когда человек при выполнении служебного долга осознанно и добровольно идет на риск. Он знает о смертельной опасности, которая ему грозит, но не отступает в решительный момент. В память о сотрудниках органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, в зале была объявлена минута молчания. Каждому из присутствующих, к сожалению, было о ком вспомнить. Особенно за последнее время, можно сказать, сделан значительный шаг в борьбе с преступностью. И на сегодняшний момент город Воймург – самый безопасный город среди всех областных городов Республики Беларусь. Все это благодаря нашим сотрудникам, в том числе и уголовного розыска, которые без выходных, праздников, зачастую в ущерб личной жизни или себе, достигают этих результатов в борьбе с преступностью. На этом все. Смотрите де-факто на телеканале «Беларусь-3» и на сайте телерадиокомпании «Гомель». Если вы стали свидетелем происшествия, свои видео и фотоматериалы вы можете прислать к нам на электронный адрес de facto gomelsobako.gmail.com. Наиболее интересные из них мы покажем в нашей передаче. Увидимся ровно через неделю. Берегите себя и тех, кто вам дорог. Редактор субтитров А.Семкин